Друзья, всем большой привет на связи CryptoEQFM 22.00 по тайскому времени, 17.00 по Москве и еще по другим городам тоже пока что не знаю что происходит со временем. Но могу сказать, давайте передадим приветы большое Марселю Гайнудинову, он до сих пор находится здесь, самый первый. В общем, ребят, смотрите какая история, сегодня рассмотрим именно в открытом канале, что такое биток, зачем, короче, куда он пойдет, мы рассмотрим, что такое эфир, куда он пойдет и почему он туда пойдет. Еще зацепим пару монет некоторых, еще лучше всего, давайте, знаете, что же делаем? Мы ссылочку скинем всем своим друзьям, вообще всем, которые есть. И пусть они заходят и присоединяются к CryptoEQ, чтобы, в принципе, было понимание, что происходит на криптовалютном рынке. Не только криптовалютам, но еще и фондовым. Потому что даже где-то фонду мы рассматриваем по средам, вот Марс рассматривает ДИВАДИКС и все остальное. Но у нас сегодня очень суровый день, потому что все думают, что ага, нам пора зашортиться и пойти до, скорее всего, 17 тысяч. Кто-то думает, возможно, мы скоро развернемся до 18. И как вы думаете, что будет? А будет следующее. Правильно вам только скажет CryptoEQ и InvestKit и Марсель Гайнудинов. Потому что это что? Это по понедельникам обзор CryptoEQ FM. С вами на связи, как всегда, для нашей любимой аудитории, для наших людей, так сказать. Вот. Ну что, ребят, поехали. Начнем, потому что сегодня у нас получасовой обзор. Сразу скажу, одни из самых топовых индикаторов находятся у нас в руках. Это у Марса, у меня, потому что с нами работает очень крутая программа «Салават». Салават, тебе огромный респект за то, что ты делаешь с индикаторами. Давайте я вот так вот включу, чтобы вы понимали сразу, сколько линий здесь разрисовывается и сколько всего происходит. В общем, данные индикаторы вы можете спросить в CryptoEQ в комментариях, сколько стоит. Закрепил сейчас запись для комментариев. Вы можете задавать туда вопросы. Параллельно буду стараться вам отвечать на них. Вот. И все в таком духе, все в таком ключе. Далее еще для вас расскажу один момент. Совсем скоро для CryptoEQ будет подготовлена коллекция из NFT. Это совсем скоро. Мы вот сейчас продумываем, что в нее будем закладывать, что это будет такое и чем чаще люди будут оставлять свои комментарии, чем чаще они будут, в принципе, писать, общаться с нами на АМА-сессиях, чем больше они будут подписаны на CryptoEQ, на InvestKit, на психологию инвестора и на нашу всю экосистему ресурсов вы будете очень часто выигрывать NFT. Это первое. Второе. В InvestKit сейчас подготавливается свой токен, который формируется на экосистеме Tona. Но это еще не совсем то, что я вам хотел сказать. Второе – это то, что у CryptoEQ будет формироваться такой же токен CIQ, который будет называться, и он также будет в скором времени залистен на многих биржах, я думаю, децентрализованных и централизованных. Я надеюсь, на это Бог даст. И в скором времени мы его запустим на кошельке ToneKeeper. То есть сейчас у меня уже идут переговоры по этим двум токенам, и разработчики уже со мной сотрудничают, и наши люди уже его формируют постепенно. То есть сейчас нам остается дождать только ToneHubs, чтобы они наконец-то уже нам подтвердили все запросы. То есть сейчас над этим вот работаю. Марс еще сам на самом деле об этом не знает. Марс, если ты здесь, скажи, слышал ли ты это? Я здесь, но ты же знаешь, как я отношусь к Tone, и насколько считаю эту систему перспективной, технологичной, поэтому, конечно же, я смотрю в эту сторону, и надо делать. Раз ты об этом сказал, значит, пора об этом говорить. Да, об этом на самом деле никто не знал. Я об этом веду уже переговоры на протяжении, наверное, месяца. Две недели мне осталось уже подтверждение. Выйдет один индексационный токен IKIT. Второй токен это будет, вернее, первым токеном будет являться CIQ. Это криптоIQ токен, а второй токен это будет IKIT. И я больше чем уверен, вам будет очень интересно спросить, сколько у него будет цена, как на нем поднять денег. Потому что у 99% людей сразу идет запрос по моменту, как поднять деньги, это как бы всегда такое. Но для наших основных подписчиков, для наших людей, которые находились с нами на протяжении всего времени, с начала развития экосистемы, мы этот токен будем начислять, два токена будем начислять абсолютно бесплатно. Для остальных, для остальных, да, естественно, будет цена. И я знаю точно, что сейчас будет наплыв. Ага, вот так вот. То есть мы с вами вот так. Да, ребят, это на самом деле называется активация, активизация людей, чтобы всем было предельно понятно, что делаем мы, для чего и куда мы идем. Сразу отвечаю на вопрос в чате, который был задан. Ребята, будет запись в первых 30 минут. Абсолютно все записи будут. Одна запись будет выставлена в криптоIQ, вторая будет в инсайдерсе. Я вам могу точно сказать, что тех, кого нет в инсайдерсе, вы очень много теряете всего. Существует, да, два инсайдерса. Один инсайдерс – это CQ, криптоIQ. Есть еще инсайдерс – инвесткит, где в инвестките есть пожизненная подписка, там только спотовая торговля, а в CQ фьючерсной торговля от Марселя и еще спотовая торговля, и еще много разных инсайдов, которые, в принципе, мы перевариваем все вместе. Поэтому подписывайтесь, ребят. Поверьте, Bullrun совсем скоро, и вам только кажется, что он еще и начался, и что еще идет накопление. Ну, поэтому поехали. 22-е, 24-е число, 22.07 по тайскому времени, и погнали. В общем, что у нас происходит, в принципе, с битком, и что у нас будет происходить дальше. Если сейчас мы перейдем на денек, то по индикации мы сможем увидеть, что мы в самом начале, и только все начинает зарождаться. У нас еще идет очень большой рост вверх. Это нам может казаться на дне. Но в течение дня мы видим все совсем иное, и это совсем иное может превратиться в некое такое поползновение вниз. Но давайте смотреть и разбираться в этом месте. То есть уберем сейчас данную параллель и разберемся. У нас сейчас имеется два координационных движения, и мне всегда не нравится, когда мы находимся в середине. А сейчас мы находимся именно в середине. Хотя даже находясь в середине данного графика, нам удалось сегодня собрать. Марс, если ты здесь, скажи, пожалуйста, сколько процентов сверху и сколько процентов снизу мы собрали. Это примерно было по 40 процентов с каждого движения мы забрали. Поэтому мы сейчас находимся в середине. Это некий боковик и некий боковик с заканчивающимся треугольником, который мне всегда не нравится торговать. Никогда не любил торговать с заканчивающимся треугольником, потому что он работает на пробой. На пробой. Либо вверх, либо вниз. И поэтому могу сказать вам одно, что то, что сейчас происходит, оно нас подтвердит. Помните, раньше я говорил, что на 4 часах у нас есть некое вот такое движение. И вот она коробка, которая, в принципе, я неделю ее не трогал. И мы зашли в эту коробку, мы ее засквизили и так и не пробили ее, и не подтвердили. Соответственно, мы ушли вниз, что было предельно понятно. Дойдя до точки в 19 тысяч, нас, скорее всего, оттолкнет, и мы будем ходить в этом боковике. Это что, скорее всего, вот здесь будет подтверждение. Но если нас проломят, закрепят и уйдут вот сюда, в данную коробку, то тогда мы будем ходить уже здесь. Это что касаемо одной развертки теории вероятности. Но есть еще вторая теория вероятности, которая нас может подкрепить. Давайте вернемся еще раз на дневной график и подцепим локальные уровни на данную неделю. Локальный уровень на данную неделю у нас будут... Секунду, ребят. Секунду, мне здесь пишут. Локальный уровень на данную неделю – это по повышению 22 533. Это я говорю до крайних знаков. И второй уровень – это у нас нижние локальные границы. Это от 18 146 до 17 164. Извиняюсь, только 64 – это прям ужас. Вот. И могу одно сказать, что это крупные границы, как могут происходить скачки. Но если мы перейдем на 4 часа, мы увидим новые уровни, которые возможны, которые сейчас будут происходить на этой неделе. Не обращайте внимания на дневной график, на дневные уровни, которые мы отмечали зеленым и красным цветом. Давайте пойдем по желтым именно уровням. Желтые уровни у нас начинаются от 20 300, пусть будет 60, и заканчиваются низом на отметках 18 600. Как сейчас я предполагаю, движение будет следующим. Мы уйдем на отметку 18 900. На данной отметке нас повозят. Здесь будет некий сквиз, не будет пробития и закрепа, будет некий сквиз, и нас будут возить в данном коридоре. Нас будут возить в нем недолго, вот в этом коридоре пробьют и опять идут на данные локальные отметки. Это все, ребята, называется боковик. То, что вы наблюдали на той неделе, с понедельника по пятницу, это все был боковик. Это от 19 700 до 18 900. Ничего не изменилось, абсолютно ничего. То есть сейчас все те же отметки, уровни низа чуть-чуть повысились, уровни верха чуть-чуть снизились. Но самое важное, о чем я вам говорю, что 20 010, той отметки, о которой я говорил, розовая, посмотрите на нее, 20 010, ее так и не смогли пробить. При пробитии ее и при закрепе выше нее она становится автоматически зоной поддержки. Я о ней говорю уже очень давно и не перестану ей говорить. Мне уже там на ютубе комментарии писали, на бастионе ребята мне писали комментарии, что за такая точка 20 010, почему ты ее так постоянно облизываешь, почему ты про нее постоянно говоришь. Да потому что я вижу эту точку и я вижу, как по ней работают. Если мы сократим сейчас графики, мы можем увидеть раз прострел, два прострел, три-четыре прострел, пять прострел. Мы когда-то ушли за нее и здесь были прострелы. И не надо быть крутыми трейдерами, чтобы ее найти. Я не знаю, найдите мне хорошего трейдера, который будет говорить, да, вот есть круглые точки, 20 100, там 20 200. Да нет, ребят, есть все просто, есть еще целые значения, которые могут быть. Это 20 010 04, например. Вот как у меня. Вам никто такие цифры не говорит. Говорю всегда до сотых, только я об этом. И стремлюсь это зацепить. Для того, чтобы для нашей аудитории было более-менее понятно, по каким значениям мы работаем. Мы не работаем там с 20, там, ну, 500, 600, 700. У нас есть еще сотые, которые мы замечаем. В общем, заканчивающий треугольник. И этот треугольник на прострел отторговать пока не буду. Посмотрю, что будет происходить. Если у нас поведут сейчас вниз, я в этом практически уверен, что нас сейчас подведут к низу. У нас есть раз прострел, два прострел, три прострел, четыре прострела. Мы также сюда вернемся. И от 19 тысяч буду отторговывать. Если какая-то новость сыграет, и эта новость будет, грубо говоря, положительна на рынке США, то тогда нас отведут сюда. Но что-то я вряд ли сомневаюсь. При блоковиках такая история. Ни одна новость не отрабатывает при блоковиках. Плюс, если... Давайте вот от этих отловим вот такой вот момент и проведем вот, наверное, досюда, досюда. Вот досюда. И, наверное, попробуем поймать какое-то значение. И, да, и здесь тоже у нас так же заканчивающий треугольник. Вот он он. Вот он он. Этот треугольник. Почему не сверху? Потому что если сейчас включу вот так вот, вот так вот, начнется стужение. Вот. Поэтому можно даже вот отсюда будет ставить его и смотреть на этот треугольник. Смотрите. Вот оно. И мы увидим, в принципе, все прострелы, которые были. Вообще всем советую еще по линиям сравниваться, по линейному графику и желательно там на 4 часах, на дневке, чтобы было еще более-менее понятно. Вот сейчас смотрится еще больше глобально все ниже. То есть на 18.989, вот сюда, в эти границы. И вот, что можем увидеть. В принципе, вот они все прострелы, которые были, и мы их не отработали. И если мы посмотрим на 20.010, мы как раз-таки эти прострелы еще больше увидим. И линейный график этому, смотрите, сколько их было. И линейный график этому показатель. То есть я не просто так, всегда обращайте внимание на линейный график. Как найти этот канал? Это канал Инвесткит. Вот, у меня у одного пропадает голос. Нет, у меня вроде с интернетом все в порядке. 26 участников некоторых трейдеров перекрыл некоторыми гениталиями. Поэтому я просто не люблю, когда наших людей задевают. И некоторые наши люди, участники наших чатов и каналов получают такое, где вы берете вообще такие тупорылые сигналы. У нас, я вот сегодня заведен на самом деле, и я сегодня слушался очень много всего. И когда говорят о том, что где вы берете такие тупорылые сигналы, мне хочется просто взять и эти чаты, сигнальщиков наших конкурентов, прям взять и разорвать голос. Я очень справедливый человек. И у меня просто горит всегда, когда мне такое говорят, когда говорят моим товарищам о том, что мы что-то делаем не так. Ну, мне просто хочется взять и подорвать этих людей. В общем, чтобы такого не было, я вот сегодня прям чувствую эти выражения, потому что знаю, что некоторые люди есть из тех каналов. Вот. Ну что, едем дальше. Едем дальше. Четыре часа у нас начинают немножко подогреваться. Давайте посмотрим на индикацию. Четыре часа вот уже начали у нас закругляться. Они могут подойти сюда. Это как раз таки у нас отметка будет где-то 18900-18800. И уйти наверх. Вот здесь будет на четырех часах жесткий дикий перегрев. Очень жесткий перегрев. Перегрев это как раз таки уровень 20.010. И могу сказать одно, что здесь будет вот большая возня и большая бойня. Следите за этим графиком. И в записи это будет, и вы это сможете увидеть. Теперь давайте по дню посмотрим, что в принципе у нас происходит. На дне, как я и говорил, мы в принципе находимся не на большом таком дне. И данный график по дню, вы посмотрите, я вот при вас начертил этот треугольник на линейной отметке, посмотрите, как вот четко он прошел по нему. Видите, что происходит. И вот то же самое здесь произойдет. Вот этот момент я уже торговать не буду. Вот это вот. Заканчивающийся треугольник. Не любите ли я торговать, потому что неизвестно, куда сыграет пробой. А пробой будет в любом случае. Некоторые любят торговать такое, некоторые нет. Мне, например, не нравится. Но если мы прорежем сюда, закрепимся здесь, устаканимся, то мы пойдем вот сюда. Помните, на протяжении долгого времени я говорил, что я топлю всегда за бычий рынок. Я топлю за верх. Я не медведь. Я не любитель шортить. Но сейчас могу сказать, что возможно подтверждение этого будет. И даже ниже возможно будет. Как произойдет манипуляция, мы пока не знаем. Есть люди, которые говорят, говорили, эти люди есть, я их знаю прекрасно, я с ними общался, которые говорили, что вот-вот скоро произойдет движение вниз. Совсем недавно они перевернулись в лонги. Для меня эти люди просто не люди. Они свою аудиторию только недавно загнали в полное неуважение по отношению ко всем. Я могу сказать, что я буду торговать от того, как будет происходить движение либо вверх, либо вниз. Сейчас движение вниз для меня более становится актуальным, потому что у нас есть неподтвержденные вот данные уровни. И скорее всего, я все-таки надеюсь на слова своего замечательного товарища и знакомого Раста, что будет движение конец ноября, начало декабря, движение вниз с окончательным дампом для рынка и потом мы пойдем на 4 года вверх. Я и давал эту информацию в закрытом канале, и давал эту информацию в канале в пятницу у себя на закрытом канале. И да, это слова моего еще раз хорошего товарища Раста, и спасибо вам большое за некие подсказки, которые он дает, потому что он тоже сумасшедший трейдер, который вы считаете тоже сумасшедший. В общем, локальные уровни на неделю в принципе я вам показал. На обзоре вы сможете это сделать. Я для вас даже сделаю сейчас скрин данного данных отметок и положу их в комментарии, в комментарии, чтобы вы в принципе наблюдали, что возможно будет происходить. Это дневочка и по данной дневке вы сможете определяться. Это скрин на локальную неделю. Развертку буду давать немножко позже. Поехали по эфиру, и по эфиру в принципе у нас происходит то же самое. и я не сдвигал графики с пятничного обзора по четырем часам. Мы, как и ожидалось, в принципе зашли и готовы к выходу вот сюда. И сейчас мы определим эти позиционные уровни. Данные позиционные уровни у нас будут находиться на отметках от 1292.45 до 1257.91. это у нас позиционные уровни низа по эфиру по четырем часам. И отметки, которые повыше нас ждут 1450.39 и 1376.36. Это позиционные уровни, которые нас могут ожидать уже на данной неделе. Но локальный коридор остается от 1375.53 и до вот этих значений. А это у нас 1292.45. Как я уже и говорил. Вот по этим уровням мы с понедельника по пятницу можем продолжать гулять. Это в том случае, если у нас продолжается затяжно уплодобанный боковик, который мы так любим. И, кстати, товарищи, на котором очень легко и приятно торговать, особенно на фьючерсной торговле, следите еще раз за Марсом. Марс, мне кажется, бог фьючерсной торговли поцеловал при рождении в голову. Поэтому могу сказать, что это очень круто. А вот что дальше? Что дальше? Давайте перейдем на день и увидим наверное более-менее что будет дальше происходить. По дневочке у нас это также будет относиться к недельке, если нас будут ждать некие пробои. если у нас будут ждать некие пробои, то мы будем видеть вот такие вот уровни. Смотрите, да, нас могут сюда завести, покачать здесь, но вот отсюда мы можем выходить, начать сюда. Но более-менее нам смотрится вниз. При пробитии вот этого коридора, вот этого, мы можем уйти сюда сквоза 1223-32 и вот здесь если мы пробиваем сюда, мы уходим в данный локальный коридор. Если у нас происходит именно вот такая вот проблема, что мы уходим сюда, то добро пожаловать на 1105 мы придем. И плюс у нас есть вот эта вот свечка, вот эта вот свечка, она у нас неподтвержденная, ее нужно бы подтвердить. Это как раз-таки уровень 1208-1210. Если у нас опять же вторая теория, которую мы можем рассматривать, у нас все это теория вероятности и поверьте мне, никаких финансовых рекомендаций, финансовых советов вам вообще никто не даст в этом мире, даже криптоэкью, в общем. И мы рассматриваем только теорию вероятности. И вторая теория вероятности, если нас ударяют сюда и потом гуляем в данном коридоре и мы выходим вот сюда, то мы легко можем пробиться в этот уровень коридора. А это коридор от 1620 до 1416. Имейте это ввиду. Но как только мы пробьем сюда, мы должны здесь закрепиться и ходить вот в этом коридоре. Вот в этом. Не спускаясь сюда, только в этом коридоре. Пробиваясь сюда, мы будем получать вот это. Поэтому хочу сказать, давайте вернемся еще раз на биток, потому что многие еще раз люди спрашивали, а что у нас с битком, куда мы пойдем там все-таки по битку, что мы будем с ним делать сейчас. В данный момент пока что по битку могу сказать одно, все смотрит вниз. Ребята, на 4 часах, если мы смотрим вниз, у нас подтверждение должно быть. Я пока не вижу ничего, нам нужно сходить вот сюда. То есть вот сюда нам надо сходить, хотя бы удариться и уже как-то отстать. А это у нас 19 тысяч, 19, 19 тысяч, давайте пока смотреть в эту сторону. Не знаю, буду ли я прав на этот раз и буду ли я прав перед своей аудиторией, но могу сказать, что я на это буду рассчитывать. Шорты я сейчас не встаю, мы уже свое отшортили, мы вам показали наипредельнейший крайний уровень, от которого вы зашли, это 19500-19600 работал ордер, и вы просто собрали вот все вот то, что здесь есть. Кстати, кто находится еще в закрытом канале инвестки, если я даю группу какие-то фьючерсные сделки, они максимально ребята валидольные, я не любитель заходить на сделки, которые железные, мне нравится валидол, и если вы такой же как и я, немножко додик, который любит адреналин, добро пожаловать, все остальное я даю больше по спотовой торговле, и мне это больше нравится, потому что спотовая торговля это инвестиции, инвестиции, будущие инвестиции, дальнейшее развитие своего ребенка, и инвестиции вообще в свой прогресс, поэтому на сегодня на сегодня по CryptoEQ с основного канала мы заканчиваем, вы можете на сегодня купить для основного канала Algo Grand, Algo, можете приобрести себе в карман, положить в спотовый портфель, можете добрать еще ETH Classic ETC, также взять на спот, положить себе в портфель, складывать это все на холодный кошелек, если вы торгуете на Binance и живете не в странах не в стране РФ, то можете торговать пока что до 10 тысяч евро, если вы хотите торговать без QIC, то BingX торговая биржа, ссылку вы можете попросить у Марса, либо у меня, и мы предоставим ее, и там тоже очень хорошая торговля, без QIC выводы спокойно реализуются. Как-то так, друзья, встретимся с остальными в CryptoIQ Insiders, продолжим нашу беседу и рассмотрение токенов по фундаменту. Всех приятно было видеть, всех приятно было слышать, всем большое спасибо, ребят, до свидания, до скорых встреч, я думаю, в среду будет новый обзор, и вы все увидите. Всем пока-пока, завтра будет обзор на YouTube. «Да,